На прошлой неделе многие средства массовой информации интересовались вопросом, как решился вопрос с документами Одесского книжного рынка, известные книжки. Мы сегодня благодаря многочисленным вопросам решили собрать такой мини-брифинг, пригласили дирекцию книжного рынка, представителя профсоюза книжного рынка, для того, чтобы прокомментировать данную ситуацию. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо немножко углубиться в историю этого рынка. Рынок более 10 лет назад был перенесен на Александровский проспект и получил договор аренды земли на 10 лет. Получил договор аренды земли на 10 лет. На то время действовала одна законодательная земельная база. В течение этих 10 лет земельное законодательство изменилось. В связи с чем автоматически пролонгированный нами договор на следующие 10 лет для книжного рынка, прокуратура посчитала сделанным с нарушениями, опротестовала это. Дело было передано в суд и суд, пройдя все три инстанции, вплоть до Верховного суда, до Кассационной инстанции в Киеве, принял решение о том, что договор аренды земли противоречит нынешнему законодательству о земле в нашей стране. После того, как предприниматели книжного рынка обратились к мэру города, мы проводили неоднократные встречи для того, чтобы найти пути решения данной проблемы. Потому что рынок все-таки имеет большую историю и важен для города. Это большое количество, там более 300 предпринимателей работают. Люди регулярно платят деньги в городской бюджет. Это бюджетно-образующие предприятия, и просто так убрать его с территории города мы считали неправильным ни экономически, ни политически, ни просто по-человечески. В связи с этим было принято решение оформить документы для книжного рынка как на временные сооружения, как на все другие временные сооружения в городе, которые существуют. Мы выдали документы на 20 лет под размещение конструкций временных сооружений книжного рынка на той же территории, которую он занимает сегодня, но без аренды земли. И таким образом это не противоречит законодательству. Я представитель предпринимателей книжного рынка в количестве более 250 человек и более 1000 человек и их семей. Значит, когда мы узнали, что дело книжки находится в судах, мы зарегистрировали акцию протеста со сбором подписей. Собрали более 5000 подписей одесситов в поддержку книжного рынка. В поддержку книжного рынка. Книжка – это давно полюбившееся всем одесситам место, и одесситы выступают за то, чтобы книжка и дальше продолжала свое существование. К примеру, за последние два с половиной года книжный рынок заплатил 1,7 млн грн в бюджет, плюс предприниматели заплатили более 10 млн грн в бюджет. Это большое дело. И мы хотим дальше продолжать выполнять свою работу, радовать одесситов. И мы будем это делать, будем благоустраивать дальше территорию вокруг книжного рынка, чтобы каждый мог прийти, насладиться неповторимой атмосферой книжного рынка, выпить кофе на благоустроенных скамейках, послушать пианино. Мы недавно там его установили, там играет Петр Шевцов и любой одессит, и гость города, который умеет играть на пианино. Также от предпринимателей книжного рынка и от одесситов, которые подписались в поддержку книжного рынка, я хочу поблагодарить Геннадия Леонидовича Труханова за то, что он услышал нас, и за то, что он подошел мудро к решению этого вопроса и решил его. Мы доверяем делам и будем дальше трудиться на благо Одессы. Я не буду повториться после Сергея о том, что мы благодарны действительно Геннадию Леонидовичу за то, что он вовремя вмешался в ситуацию и помог книжному рынку остаться, работать и существовать. Большое спасибо.